Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Мои дорогие, сегодня должен был быть мастер-класс на футболку, на футболку Альва. Вот на такую замечательную футболочку, замечательную в плане выбранной модели, замечательную в плане выбранного узора, замечательной, просто великолепной в плане выбранной пряжи. Но мастер-класса на эту футболку не будет. Не будет именно сейчас. Более того, хочу сказать, что эта футболка будет распущена. Не полностью, но до проймы. Дело в том, что я совершила грубейшую, наигрубейшую ошибку, которую только можно было совершить. Но давайте сейчас, в общем, сделаем так. Дело в том, что вы меня уже видели в этой маечке. Она вроде хорошо сидит, все вроде замечательно, все великолепно. Когда я крутилась перед зеркалом, когда я девочкам на работе приходила в этой футболке, показывала, хвалилась, никто ничего не заметил. Но я уже принялась снимать мастер-класс, а для этого мне нужно было отфотографировать и снять видео где-то в каком-нибудь красивом месте, дабы вам красиво эту футболку презентовать. Так вот, отсняла я видео. И когда пришла домой, увидела, что футболка сидит нехорошо. В зеркало я этого не видела. А вот именно когда ты крутишься, поворачиваешься вокруг камеры, там уже все становится на свои места. Вы знаете, мои дорогие друзья, что я нисколько не стесняюсь своих ошибок, тем более таких грубейших. Мне за них стыдно. Нет, мне за них не стыдно. Единственное, что я удивляюсь, как я могла совершить такую глупость. А какую глупость, я думаю, вы сейчас сами догадаетесь. Дело в том, что вообще давайте вот сейчас вы посмотрите видео, все фрагменты, что я отснимала, чтобы вам презентовать эту футболочку для того, чтобы сделать мастер-класс. А вы уже поймете, о чем идет речь. Ну а если не поймете, после этого видео мы с вами встретимся за столом. И я подробнейшим образом все вам расскажу. И немножечко я сегодня... В принципе, мастер-класс на эту футболку будет, но он будет чуть позже. То есть, когда я перевяжу, перевяжу полотно и обязательно такую футболку сделаю. В общем, смотрим, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Курунова. И я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу продемонстрировать вам свою кофточку, свою футболку. Футболку Альва. Вот так она выглядит. Замечательная такая футболочка. Комфортная, удобная, ничего лишнего. И я предлагаю вам ее связать вместе со мной. Данную футболку я ношу на маечку. Надеваю на маечку, потому что, чтобы не было видно, откуда идет у нас брюки. И я думаю, что это самое идеальное, как можно ее носить. Ну, а теперь я хочу рассказать немножечко про эту футболку. Эта футболка была связана из великолепной пряжи. Я не побоюсь этого слова. Замечательной пряжи. Пряжа Шахен Майер Альва Силк. В 50 граммах 230 метров, 50% шерсть, 25% шелк, 25% хлопок. Великолепный состав, цвет номер 3065. Мои дорогие друзья, пряжу я покупала в магазине пряжа.су. Внизу, под видео, я оставлю вам ссылку на сайт магазина. Оставлю ссылку именно на эту пряжу, которую кнопочку просто нажмете и прям перейдете на именно эту пряжу. Дорогие мои, не забывайте о том, что каждый из вас может воспользоваться промокодом, который дает вам скид, право на 5% скидку на весь товар. На весь товар, неважно, какую вы пряжу возьмете, кроме некоторых артикулов, которые внизу под видео также указаны. Промокод такой. Ольга23. Действует он на любую покупку. Первую, вторую, десятую, двадцатую. Так что, дорогие мои, не забывайте указывать промокод и пользоваться скидкой. Очень многие девочки мне уже отписались, что им скидка понадобилась, и они меня благодарят за ее предоставление. Кофточку я вязала регланом сверху вниз с отвязыванием ростка по переду, с вырезом горловины, с вывязыванием ростка и плюс с вырезом горловины, оформлением выреза горловины по спинке. Видите, по спинке полукруг, по переду полукруг. Здесь все, как я люблю, все как замечательно. Реглан, рассчитанный реглан, подрезы, все великолепно. Но это изделие с небольшой свободой облегания. Как вы могли видеть на фотографиях, все-таки изделие с небольшой свободой облегания. И вот на таких изделиях с небольшой свободой облегания выточка в виде просто довязывания низа изделия. Вот так вот. Низ там ровно. По видео видно, что низ ровненько, ничего не подпрыгивает там наверх. Ничего, все замечательно. Но в районе подмышек вот здесь образуется такой пельмень. Вот эта выточка, которую великолепно видно и на видео, и на фотографиях. Вы, наверное, заметили, что это вот здесь есть пельмень. Так называемый пельмень, то есть лишнее полотно по пройме, которое неприемлемо. Для моего уровня вязания оно все-таки неприемлемо. Поэтому и будет распускаться данное изделие. И здесь будет встраиваться выточка. У меня как раз высота груди чуть ниже уровня проймы. Поэтому я сюда сейчас с легкостью распущу все изделие до рукава. Вставлю сюда рассеянную выточку. Я хочу рассеянную вставить сюда выточку. И потом продолжу вязать вниз. Вот таким образом я выйду из положения. Мои дорогие друзья, давайте я вам вот на этот узор сейчас схему вот сюда вставлю. Смотрите, пожалуйста. Здесь в этой схеме только накид. Две вместе с наклоном вправо и две вместе с наклоном влево. В принципе, там больше ничего сложного нет. Вот смотрите, кому нужно, можете уже пользоваться этим видео. Ну а я, наверное, пойду распускать. Кстати, здесь расход. Расход, мои дорогие друзья. Я вам не сказала расход. И не сказала, что пряжу на футболку размер 48 с небольшой свободой облегания у меня ушло 187 грамм пряжи. То есть 4 мотка. И немножечко от 4 мотков есть остаток. Именно этот остаток у меня и пойдет для вывязывания выточки. Я думаю, что 200 грамм будет весить футболка после того, как я ее перевяжу. Мои дорогие друзья, пряжа очень комфортная к телу. Вот такой состав, который нам предлагает данная пряжа. Пряжа, такой состав, он замечательный. Кстати, да, смотрите, в составе есть шелк. И очень многие девочки, 25% шелка, и девочки думают, что он должен блестеть, он должен лосниться, вести себя как вискоза. Но в этом полотне шелк буретный. Буретный шелк, он шелк, он хоть и шелк, но он не шелковистый. Он такой немножечко грубоватый, он такой суховатый, суховатый, грубоватый такой. Не струится он по телу, он вас не будет обнимать. Кстати, это плюс этой модели для тех, кому не нужно. Я-то не люблю, вернее, я-то люблю, когда и струится полотно, и обнимает. Но некоторые люди, ввиду своей комплекции, стесняются носить такие вещи, которые, как бы, они не в облипончик, вы их от любой ширины свяжите, они все равно на вас сдуются и будут узенькие. Как бы обнимать тело. А вот, если вы не хотите такого эффекта, вот эта замечательная пряжа для вас. Пряжа демисезонная, но я в ней буду ходить летом. Хоть здесь 50% шерсти, но хлопок и шелк, а в особенности буретный шелк, он не даст мне потеть в этом изделии. Я надеюсь. Ну вот, несколько дней я его уже носила, пока не увидела, что ошибка действительно есть. Она мне действительно сразу не показалась. Показалась только потом на видео. Вот, и что хочу сказать, в этом изделии очень-очень комфортно. Я думаю, для меня это будет все-таки всесезонная вещь. Для нормального стандартного человека, мне кажется, живущим в стандартных условиях каких-то там по теплоте, по холоду, мне кажется, это изделие будет таким осенне-весенним. Я в таком изделии буду ходить, я знаю точно, и зимой, и летом, и весной, и осенью. Дело в том, что я живу на Урале, у нас лето холодное часто бывает. В этом году не знаю, какое будет, посмотрим. Ну, в общем, я очень рекомендую данную пряжу к покупке. Я рекомендую вам связать из нее изделие хотя бы одно, чтобы почувствовать, как эта пряжа, какая она по комфорту. Мне пряжа нравится, я ее могу смело рекомендовать. Повторюсь, покупала я ее на пряже.су. Не ждите от нее шелковитости. Вы видите, вот такие как бы крапинки на пряже, это нормально. Это вот буретный шелк дает вот такие вот вкрапления. Это не страшно, и вид это не портит. Полотно получается вот такого вида. Слегка, видите, не прокрашенное. Но это вам только на камеру это все видно вживую. Когда вы носите, у нее просто такой сложный, красивый цвет. Когда в пряже встречаются вот такие непрокрасы, тогда цвет идет как бы как сложный. Он улавливается взглядом как однотон, но однотон такой, который приятен, скажем. Ну что, мои дорогие друзья, попрощаемся на некоторое время с данным процессом. Сейчас буду распускать, готовиться к перевязу. И, наверное, завтра, возможно, в перерывчик начну уже эту модель перевязывать. Потому что неимоверно нравится. Неимоверно нравится, как сидит помимо вот этого. Вот здесь вот некоторые, может быть, и внимания бы не обратили, и носили изделие так. Но я не могу, я не люблю, когда у меня что-то где-то некрасиво. А для меня вот это некрасиво. Поэтому все перевяжу, и будет все хорошо. Так что следите за моими новостями, и будем вязать вместе. Ну а я, дорогие мои друзья, с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого замечательного, самого доброго, самого милого. Будьте счастливы, мои дорогие. Любви вам и огромного-огромного здоровья. Ну а самое главное, мирного неба над всей планетой. Пока-пока, мои дорогие друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok